А? Да. Ну, я бы сказал бы, если что-то не так. Вася. Это мои морды. Кирпича. Ну, что? Василий и виноградная авантюра. Дубль пятнадцатый. Ты можешь со мной общаться, да. Камеру не обращай внимания. Тогда мне будет легче. Тогда не так комплексуешь. Я вообще без комплекса. Моешь. 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 Ну, что ты расскажи? Рассказывай. Значит, мы сначала начали, а потом закончили. Ну, вот это самая идея, что ты, например, пользуешься, это будем так назвать, пнише, даже не пропоред. Ну, что, в пятнадцатом нажал на компьютер раз порывил, на стенку доработали. Чудо. Да. Так еще ты же делаешь как? Ты же делаешь его, даже не знаю, как это обозвать. То есть ты, получается, уже плотную резку свел до какого состояния? То есть у тебя материал лента малярная, да? Ну, да. Ты нарисовал этот цветочек или что там у тебя? Ну, да. Ну, например, вот он. Ты сейчас брось виноградом. Что ты делаешь? Просто беру, через трафарет перевожу. Значит, на стенке оставляем только те элементы, которые нам нужны. Ну, чтобы оно не тупо было одинаковое, там немножко видоизменяем его, переносим, где-то что-то убираем, добавляем. В данном случае, понятно, виноград рисую ягодки, там спроектирую листочки тоже. Чтобы оно так естественно, хаотично, как в жизни выглядело. Ну, я не особо заморачиваюсь, в любом случае девочке дорежу. Ты создаёшь, получается, как образ? Ну, да. Или как кулонку задаём, да? Да. А потом что там? Малярочкой. Потом малярочкой обклеиваем прямо на стенке. Ну, так я заметил легче. А с чем это связано? Вот, например, почему-то я взял там какой-то материал, клеёнку или ещё какой-то пластик. Не, а я клеёнкой делал перед этим барельеф, это где-то видел. Да. Получается... Нет, это мне бабочка. Да, да, да. А вот и как можно было по этому бабочку? Ну, у меня перед этим был барельеф. Вот. Я с него клеёнку разрешил на стенке. Да. Чтоб заказчик не бачил. Ага. Нет, пока заказчик не бачил и дурнулся, я бы сразу скопировал своё дерево, типа себе закрепил. А, так ты сама её не пользовался тоже как... Разноразовый мобильник. Ну, то есть ты... Ну, клеёнка, просто обычная. Я понял. Но ты просто, получается, её... Маркер сидишный. Маркер сидишный тоже, да. Я там быстренько опять не привязывался даже к деталям. Ну, чтоб в следующий раз уже было немножко что-то другое. И потом уже по месту там искривлял его там, крутил, вертел. И тоже ты обрессовал. Ну, это было на клеёнке. Клеёнка висела. Я вырезал на клеёнке и сразу заполнялся. Понял? Ну, как на нулярке я вырезаю и заполняю. Только ты на клеёнку посчитаешь. Она не прилеплена к стенке, а просто висит. Ну, бывает, когда она в фактуре, то... Что ты как-то накалку туда заклеишь. Ага. Нерядка. Ага. С клеёнкой ты прижал, добавил, что надо тебе разом. Потом уже разы снял. Или кусочками снизу. Понятно. Но ты материал на клеёнку не ложил модельной? На клеёнку. На модельной массе у вас на клеёнку? Ну, висит клеёнка. На ней узоры вырезаны. Постепенно вырезали. То есть снизу вверх шли. Чтобы она что-то приклеена. И... Сделал кусок работы там. То есть вырезал, нанёс модельку. Снял. Вырезал. Выбросил типа кусок. Вторую, третью половину примерно. Вторую, третью. Постепенно так, как всё снизу вверх. Ну, снизу вверх улыбни. То есть там. Ну, если ты сверху вниз, то аракал кусок делаешь. Получается, клеёнка у тебя служила как аракал. Да. Всё. А здесь тимошон в другим путём. Ну, аракал просто для него надо плоскость. Да. Ровная, хорошая. А там фактура какие-то аракал. Это получается можно было как много раз. С аракалом проще было. На компьютере набрал, там подкорректировал под свои размеры. И напечатал, да и всё. Что-то прорезал. Хорошо. А к этой идее ты как пришёл? Может быть у кого-то срисовал? Вот. Когда ты рисунок наносишь, потом малярку оклеиваешь и потом вырезаешь уже на месте. Да нет, сам как-то придумал. Сам ты? Ну да. Я не помню, что мы срисовал. Ну, с маляркой. Да, да, да. Это я мрамор, может помнишь, чёрно-белый. У меня там камин есть. Ну, электрокамин. И чёрно-белый такой портал. Да, да. Типа цельный литой мрамор. И получается, на этом мраморе я первый раз попробовал вообще рисунок создавать с помощью малярки. Ну, если с аракалом это делает, то что с малярками делать? Да, понятно. И получается, эта идея как бы... Ну, например, в чём суть идеи? У нас уже готовое покрытие, которое нельзя вымазать. Если, ну, аракал... Ну, может, малярка позволяет индивидуально подойти к этой стенке. Если аракал это шаблонное, что-то такое-то, типовое, графическое. Но знаешь, потом дорабатываешь, понятно. Здесь уже ты сам моделируешь не на компьютере, а уже по факту в интерьере. Отошёл, посмотрел, там, а вот так давай. Прорисовали, отклеили. И из-за того, что у нас уже готовая стенка, то есть надо было наклейку делать. Ну и плюс позволяет индивидуально задавать уже образы. Ну и ты, вот, Артём, а ну покажи те листья, которые ты брал для винограда. Тоже как-то дерево. За тобой. За тобой, за тобой. Вот, вот, листочки. Это дерево двухсотлетнего платана. Сейчас его подчеркнем. Двухсотлетнего, да, не меньше. Двухсотлетнего, да, не меньше. Двухсотлетнего Василия из платана. Да, да, да. Вот такие прикольные листочки. Некоторые из них я брал, ну только вот этот, по-моему. А остальные? Или вот этот, какой-то из них. А остальные я с компьютера, с экранчика. Рисовал. Да, вот эта какашка, она... Виноград. Прозрачная, на экранчик приложил, обвёл карамбаркером, снял образ. Ну а потом уже жилки потом дорисовывал. То есть перенесли с экрана на пленочку. И... Ну вот он, совершенно окрестно. Да, да, да. Ну, самый такой простой способ. Ну ещё так же виноград. Выбрал фотографики, узорчики, какие тебе там нравятся. Ну и... Я перенес. Да, этот образ перенес. Не обязательно, чтобы там у вас прям идеальный такой трафарет был. Уже по факту вы на месте можете там доработать, что-то добавить по стихийчикам. Ну, всё так, да. Так что, как вы говорите? С вами был Василий Мальвин. С вами был Василий Мальвин. С вами был Василий Мальвин. Это Антонов компани. Далее буду? Далее буду. Спасибо. Спасибо. Спасибо.